ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Тест на беременность. Быстро. Вам какой? Импортный или наш? Любой. Дешевый. Наш. Только быстро. Да что вы так спешите? Пять минут в этом деле уже ничего не решают. Не умничай, быстрее давай. Вот. С вас 25. Как им пользоваться? Женщины знают. Как им пользоваться, сука? Извините, пожалуйста, что вы здесь орете так? Как этой штукой пользоваться? Пописать на него надо. Ты мне еще шутки тут шутить будешь? Да я серьезно. Где туалет? Вы что думаете, что вы... Там. Странный какой-то. Больной! Я предупреждал, что нужно охрану ставить. Да, ну я... Младший сержант, это что означает? Что? Две полосочки. Это невозможно. Что это значит? Еще вы беременны. Поздравляю. Не расстраивайтесь вы так. Я думал, он от седячей работы растет, а оно оказывается. Вот оно, Кань. Вы, конечно, простите меня, но это невозможно. Это какая-то мистика. Это и есть мистика. Не надо было этого колдуна останавливать. Ну, знаете что? Колдун, конечно, колдуном, но для беременности нужен определенный процесс. Он этот процесс и наколдовал. Сначала я остановил кортеж президента, а на следующий день кортеж главного бандита города. А он у него еще длиннее. Кто длиннее? Кортеж. Я теперь даже не знаю, кто отец. Извините, я предлагаю еще раз пройти тест, но уже вот этот. А вы попробуйте. Это сто процентов. Он иностранный. Это какая-то странная странность вообще. Я в шоке. Как-то мужчина. Лифрейтор. Что? Одна полосочка. Ну, вот видите. Видите, я же говорил, что с дешевыми тестами такое может быть. Лифрейтор. Лифрейтор. Я вам ничего не рассказывал. Вы ничего не слышали. Ясно? Конечно. Ясно. Все. Мужчина. Может, вы презервативы возьмете? На будущее. А то вдруг проклятие еще действует. Мужчина. Здравствуйте, бабулечка. Здравствуй, доченька. Вам чего? Сейчас, сейчас тут у меня. Сейчас. Вот. Это ограбление. Забирайте все деньги, только не стреляйте, бабушка. Не нужны мне твои деньги. Для начала корвалолу мне. Накапай несколько капель, а то я нервничать. Что-то начала. Хватит, хватит. Сейчас, сейчас, сейчас. Что-нибудь еще, бабулечка? Ой, хорошо. А теперь по списку. Эм, три карб... Три карб... Три... Эх, подержи. Три... Три карбан... Да что за почерк у них, а? Давайте я попробую. Да давай. Я сейчас все по списку соберу. Скорей давай, быстрее. Да, да, конечно. Я опаздываю. Чем стоять это ограбление? Что, старый хрыч? Ты что, не видишь тут очередь на ограбление? Я по-пишенному? А ты думаешь, я по студенческому сюда пришла? Тут что, не кричите и не глухой, понял? Никто за вами не занимал? Пока не было никого. Я крайней буду. Ну вот и стой. А ты быстрее давай. Пожалуйста, все, что здесь написано. Давай. Молодец. Да, и скидки сделайте уже для пенсионеров. А тут цены ваши кусаются. Я прошу прощения. Да? Вы сейчас в какую сторону направляетесь? Я на почту за пенсией. Прекрасно. И я к вам подойду. Займите очередь мне, пожалуйста. За мной будешь. Ух ты. Здравствуй, доченька. Здравствуйте, дедушка. Что вам? Мне это... Лекарство от этого... От склероза. А, поняла. Ага. Вот. Отлично. Сколько с меня? Пятьдесят. Так. Держи, внученька. Вот так. Внученька, это... Лекарство мне надо. От склероза. О. Так... О, отлично. Да. Сколько с меня? Пятьдесят. Ага. О, хорошо. Так. Держи, держи, внученька. Так, а что я проходил, а? Может, за лекарством от склероза? Точно, точно. Вот. О, спасибо. Сколько с меня? Семьдесят. Семьдесят? Ага. Что-то думал, подешевле. Ну, ладно, семьдесят так семьдесят. Держи, внученька. До свидания. Ага. Ага. Дедушка. А? А вы забыли лекарство от склероза купить? Точно. Сколько с меня? Восемьдесят. Восемьдесят? Ага. Вроде раньше пятьдесят стоило. Ну, голова дурная. Ага. Ой. Ой. Что? Денег нет. Наверное, дома забыл. Вот склерозник. Голова дурная. Возвращайтесь. Ага. Папочка, ну что, купил лекарство? Сынок, я же, наверное, деньги дома забыл. Голова дурная, склероз. Я же тебе двести гривен давал. А папа ваш рассчитался уже, вот. Да? Спасибо большое. Ой. Спасибо, держи. Ага. А сдачу вы не давали еще? Сдачу не давала. Вот, пятьдесят. Пожалуйста. Ах, это есть, лекарство взяли. Ага. А сдачу вы же не давали еще? Сдачу? Да. Да, не давала. Ага. Вот. Спасибо. Так, это есть лекарство взяли. Ага. Сдачу вы вроде не давали еще? Нет. Двадцатка вот. Еще. Давайте сразу, чтобы мы никого не задерживали, сдачу с тысячи дадите, и мы пойдем. Давайте хотя бы с пятисот. Ну, на первый раз давайте с пятисот. Вот голова дурная. Мужчина, но вы выбрали лекарство или нет? Сыпь, это хорошо. Так, тут что? О, у этого судороги. Вот это уже интересно. Слушайте, а есть вот такое же лекарство у вас, только чтобы еще и зуд был? Вот. И судороги, и зуд, и много других побочных эффектов. Класс. Слушайте, а вот такое же, но чтобы сюда снотворное обходило. Ну, чтобы вот это все во сне было. Пожалуйста. Только я не понимаю, зачем вам все это надо? Это не мне. Это, так сказать, очень близкому со стороны жены человеку. Хотя нет. Не надо? Нет, не человеку. Так. О! У этого тошнота и аллергия. Это же как раз мои ощущения от нее. Надо брать, надо брать. Ого! Тут еще и сухость во рту. Вот будет знать, что ее взять по утрам чувствует. Слушайте, давайте, наверное, вот это вот. С сыпью, судорогами, зудом, сонливостью, тошнотой, аллергией и сухостью во рту. А я-то думаю, чего это он мне полчаса сироп от кашля выбирает? Марина Францевна, а я вам тут лекарство самое лучшее выбираю. Выбрал? Да. Где? Вот. Пей. Зачем это? Тебе же еще домой сумки нести, пока эффект сонливости не наступил. А как же остальные побочные эффекты? Остальные побочные эффекты не мешают нести сумки. Здравствуйте. И вам не хворать. У меня бы такое средство, ну, чтобы... Ух, давайте, ух. Ух. Не понимаю. Вообще не понимаю. Ну, средство такое, чтобы оно прямо так... Ух. Ух, 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 ух. А, от психических расстройств, да? Сейчас. Нет. мне жену удивить удивить вот хорошее испанское средство повышающие потенцию 1100 мне сейчас карвалол понадобится вот карвалол нет спасибо а есть что-нибудь другое китайское там на траву есть китайская на травах 1200 спасибо а есть что-нибудь наше там сексомедицина или пара сексомол в пределах суммы пятьдесят пятьдесят две тридцать сейчас узнаю татьяна николаевна таня а танюша мужчине нужно средства повышающие потенцию подешевле у тебя там что-то осталось работают 50 но марина францевна но я вам сегодня устрою потому что предоплату надо брать я забыла постоянно нас забывал здравствуйте здравствуйте что мне что-то от от простуды знаете есть замечательный германский препарат в таблеточках вот пожалуйста принимаете две штучки и все как рукой с него нет мы мне что-то вот а вас знобит ой вы знаете тоже есть тот же германский препарат брада в капельках копаете 30 капель и вы себя прекрасно чувствуете поверьте мне я сама пробовала нет мне вот за 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 запора хорошо вот две таблеточки и все так заиканье я вот простите пожалуйста я сразу не поняла да у нас есть хорошие препараты германские от заиканье вот полторы тысячи ду 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 дорого мне дичь шевле ну нужно так что же вам придумать я сейчас посоветуюсь простите евгений михалыч можно вас на секундочку да да я переведу здравствуйте а вот молодому человеку нужно средства от заикания а наши для него дорого много что-то подешевле еще да сейчас сейчас где-то у меня было старое надежное средство зачем это делаете зачем 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 прошло я не заикаюсь я не заикаюсь сколько с меня всего 100 гривен а спасибо вам большое вы гений гений спасибо а я не заикаюсь не за что вот видите старое проверенное средство а мне что делать а для вас вот германское полторы тысячи супер доброго времени суток любезней сразу видно что работает что работает закон о продаже алкоголя после одиннадцати вечера какие вы говорите обидные вещи ой а зачем вы сюда пришли не за спиртом ли ну что за это самое стереотипное мышление не за спиртом за боярушником будьте рады так алкаши пошли вон какие алкаши какие алкаши мы между прочим уважаемые люди учителя педагогин учителя чего физическая культурология и руководие по дереву что с ними физрук и трудовик ну можно и так ага пошли вон да это не нам надо это ребенку помочь надо да мальчик бежал по дорожке поранил ножку надо обработать какому ребенку в два часа ночи угу он это самое он в продленке остался понимаете родители алкаши не забрали а мальчик взял по дорожке поранил ножку надо обработать я вам сказала ничего я вам не продам ладно ладно ну не заливай ну все девушка нам на самом деле действительно нужен спирт серьезная проблема нужно обработать рану какую рану душевную сегодня можно сказать уволили уважаемого учителя Виктора Пстровсменыча да это очень грустное событие продайте спирт пожалуйста тогда конечно одну секундочку вот вам и где же а и вам вон пошли ах так да пойдем отсюда дядя Митя какая жестокая фармаколония ну не ягцы ой 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 спирт спирта прижечь кровотечение срок как вы меня задолбали все продам я вам этот спирт только чтоб я вас больше тут не видела даем слово учителя слабо верится таким учителям все а да и оскорбиночку проверьте ничего никогда не жлобись на закусь никого так все идите до свидания с этим запретом продажи алкоголя мы из аптеки превратились в какой-то ночной клуб на троих и и и и и